И 1 января стартовал первый из запланированных трех этапов монетизации субсидий и льгот. В ней принимают участие те, кто обращаются за помощью впервые. Алгоритм такой. Субсидии от государства поступают на персональный аккаунт в Ощетбанке, а в имя учреждения рассчитывается за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и информирует смс-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за услуги. Обязково необходимо вказать номер телефона, чтобы управление социального защитства щоденно сформировали реестри призначенных субсидий по каждой особи. Вони будут обмениваться с Министерством соцполітики. Министерство соцполітики будет эти списки реестри надавать в Ощетбанк. Потом, что месяц, до 18 числа, мы будем формировать наши управления соцзахисту, будут формировать реестри на выплату этой субсидии. Если домохозяйству, к примеру, выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в размере полутора тысяч гривен, а сумма всех коммунальных платежей составляет две тысячи, то полторы тысячи субсидийных гривен Ощетбанк перечислить поставщикам услуг и проинформируют семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить 500 гривен. С 1 мая этого года монетизация будет распространена на тех, кто получает субсидию и льготу уже много лет, в том числе и пользуется помощью летом. С 1 октября заработает полномасштабная монетизация, когда каждый субсидиант будет получать по результатам отопительного сезона наличными. Все, что сэкономило.